Всем привет дорогие друзья, с вами Каламу Сквара. Сегодняшний видеоролик будет посвящен теориям о Dark Deception. Конкретно теориям о сюжете и конкретно моим теориям. То, что я сам думаю о сюжете, то, что я о нем знаю и то, чем хочу поделиться с вами. Возможно, ваше мнение будет отличаться от моего, и поэтому мы такие ролики и будем записывать время от времени. Начнем. Начнем мы с главного героя, которого зовут Даг Хаузер. Для начала хочется задать вопрос, на который я отвечу в конце повествования о главном герое. Какова его мотивация и чего он добивается тем, что проходит все эти кошмары? Зачем он помогает Бирс собрать часть кольца? На самом деле, история Дага Хаузера строится из разных уровней Dark Deception, которые мы с вами уже проходили, и она до сих пор не завершена. Она будет постраиваться также в 4 главе и в 5. Мы уже неоднократно об этом говорили в роликах про факты, но сейчас тоже стоит сказать, чтобы вы понимали, о чем идет речь, если кто-то из вас, к примеру, запустил этот ролик и еще ни разу не слышал ни один из этих фактов. Первая информация о Даге Хаузере находится в школе, на уровне с Агатой, Elementary Evil. Секретная комната, в которой стоит плакат, на котором нарисована тонущая горящая машина, в ней сидит девочка, ее мама, все они подписаны словами. И также есть лицо отца, которое находится вне этой машины и наблюдает за всем тем, что происходит с улыбкой. К третьему уровню мы еще вернемся, но пока что о нем говорить нечего. Мы поговорим о четвертом уровне, и вот здесь вот раскрывается очень много информации о Даге. Попадая на уровень, мы можем пройти в секретную комнату, которая находится слева от самого начала уровня. Пройдя по туннелю, мы поднимаемся по лестнице, где мы находим документ, который мы можем собрать, а также мы находим два листочка, на которых написан очень интересный текст. Зачитывать текст, что написано на этих двух листочках, я не буду. Это было сделано в одном из моих очень старых видеороликов, сейчас справа сверху вы видите на него ссылочку, ну а я вкратце объясню, что же там на самом деле написано. На первом лиске написаны мысли Дага о его жизни, о той жизни, которой он жил в тот момент, когда у него еще была семья. Семья, мягко говоря, не из лучших. Дочь страдала очень сильным биполярным расстройством, которое передалось ей от матери. Собственно, мать тоже страдает биполярным расстройством. И Даг должен со всем этим жить. Грубо говоря, он говорит о том, что он больше не может это терпеть, и хочет все это завершить. Он говорит о том, что у него много денег, он сделал хорошую карьеру, может начать жизнь с чистого листа. И поэтому он хочет что-то сделать такое, что просто-напросто избавит его от надобности владеть этой семьей. Второй же листок – это медицинский отчет доктора, который обследовал дочь главного героя. Кстати, зовут ее Тэмми, Тэмми Хаузер. Он ее обследовал и выявил действительно биполярное расстройство. Также были обнаружены попытки навредить людям вокруг нее. Поэтому ей были прописаны лекарства. Но четвертая страница этих листков гласит о мыслях Дага. Очередных мыслях Дага о том, что он бы хотел помочь дочери. И наконец-то он сможет это сделать. Но каким образом? Это не сказано. Сама собой проводится параллель о том, что Даг совершил преступление. Возможно, он сбросил машину со своей дочерью и женой в реку. Пойдем дальше. Тизер, который Винс показывал нам с полицейскими машинами, стоящими на мосту, тоже может намекать именно конкретно на эту ситуацию. Текст на этом тизере гласит «Покажи мне, кто ты на самом деле». На этом наше полномочие все, и мы больше не знаем информации о том, что сделал Дагхаузер. Ближе к четвертой главе и к пятой главе будет видно. А сейчас давайте поговорим о его мотивации. Очень многие люди считают, что Дагхаузер погиб. Неважно каким образом, просто считают, что он умер. И таким образом он попадает в чистилище, в котором пытается искупить свои грехи. Мое мнение отличается от мнения этих людей. Дагхаузер прибыл в это измерение, чтобы Бирс исполнила какое-то его желание. Сама Бирс неоднократно говорит о том, что наш главный герой именно за этим сюда и пришел. Он хочет, чтобы она сделала что-то для него. Когда он прибывает в первый раз, она удивляется, почему он пришел к ней. Соответственно, это не практика. Фактически это редкость, когда к ней кто-то приходит. И я не думаю, что это чистилище. Скорее всего, Дагг пришел туда по своей воле и с какими-то своими определенными намерениями. Разумеется, эта теория не обязательно подозревает, что он был мертв. Возможно, он пришел туда еще при жизни. Но теперь поговорим о цели. Зачем конкретно он хочет получить какое-то желание? Вот тут уже я могу согласиться с этими людьми в том, что вполне возможно, Даггхаузер пытается искупить свои грехи, получив какое-то желание. Возможно, он хочет исправить все то, что натворил. Может, он хочет воскресить своих жену и дочь. Опять же, если все то, о чем я говорил до этого, является правдой, потому что информация будет всплывать дальше, и пока что мы имеем ее слишком мало. А что, если он пришел туда не по доброй воле? Быть может, он хочет еще совершить какое-нибудь преступление. Конечно, это очень маловероятная теория, и, скорее всего, таким оно не является. Потому что Дагг не представляет из себя какого-то прям злого человека. Он просто заложник обстоятельств. И не нашел другого выхода, кроме как убить своих жену и дочь, чтобы просто-напросто избавиться от них. Третья и, как я думаю, самая правдоподобная теория по тому, зачем Дагг пришел в эти кошмары и к Бирсу. Он хочет начать новую жизнь. Он хочет попросить нечто, что позволит ему начать ее сначала. Быть может, у него не получилось. И вот об этом мы сейчас и поговорим. Давайте попробуем распределить главы как хронологию событий. Предположим, что первая глава нам не нужна. Если даже она играет какую-то роль в сюжете, а сам даже Винс говорил, что она играет роль в сюжете, об этом мы пока что ничего не знаем. Мы поговорим о последующей главе. Школа. Школа в целом символизирует, скорее всего, его дочь. Агата символизирует его дочь. Агата не является его дочерью и не является реальным человеком. Это лишь иллюзия страха главного героя перед своей дочерью. Агата сама по себе представляет из себя достаточно биполярного ребенка. Когда она нас встречает, она такая добрая, доброжелательная. Но как только начинает за нами охотиться, она превращается в садистку, которая будет не прочь нас оскорбить, пока нас ищет, пытаться нас задеть и всячески принижать перед собой. У нее даже есть реплика, где она просто смеется и одновременно кричит. Это тоже очень сильно говорит о прямо-таки выраженном биполярном расстройстве. И, скорее всего, Агата символизирует именно дочь главного героя. Теперь идем дальше. Представьте себе такую картину. После уровня с Агатой, предположим, что произошло то, о чем мы говорили несколько минут назад. Даг утопил в машине свою жену и дочь. Что происходит теперь? Мы попадаем на уровень усадьба. Deadly Decadence. Смертельный упадок. Даг хочет начать новую жизнь. Но само по себе слово «смертельный упадок» вам должно говорить о том, что у него, скорее всего, это не получилось. Скорее всего, он просто-напросто, возможно, обанкротился. Возможно, у него просто что-то провалилось. Может быть, у него, грубо говоря, даже не знаю, на дому полметеорит. Может быть, все что угодно. Но факт в том, что то, чем он владел, он потерял. А также только в конце именно этого кошмара Бирс говорит нам о том, что кошмар разрушается. Да, мы знаем, что все кошмары разрушаются, но конкретно в конце этого кошмара она именно указывает на это. И мы очень-очень быстро оттуда сваливаем. Что может означать, что, возможно, что-то все-таки случилось с его домом. Но все же мне кажется, что это некая аллюзия на его финансы. То есть он стал банкротом. Теперь идем дальше. Следующий уровень буквально-таки говорит о том, кем он стал после. Ну, сами подумайте. Канализация. Грубо говоря, само место для, грубо говоря, извините, бомжей. То есть Даг, ну, я не говорю о том, что он стал бомжом и действительно побывал в канализации, и, возможно, там плавал с уточками. Нет, конечно. Уточки, скорее всего, символизируют людей, которым Даг пытался обратиться за помощью, когда стал банкротом. Но в тот момент, когда он пытается к ним обратиться, они начинают агрессировать на него. Поэтому, когда мы проходим мимо уточки, она начинает за нами бежать. Опять же, это только теория и мое мнение. Вы можете с этим согласиться. И также, в итоге, это может быть опровергнуто самой игрой. Дальше у нас идет локация цирк. И вот тут вот логическое повествование моей теории заканчивается. Я не могу ее продолжить, потому что с цирком я не могу провести параллель. Возможно, он стал шутом, потому что клоуны-гремлины над ним постоянно смеются, когда его находят. И, в принципе, они всегда смеются. Поэтому эту теорию невозможно воспринимать всерьез. На данный момент, фактически, с этими теориями я закончил. Дагхаузер, скорее всего, пытается найти желание, чтобы создать новую жизнь, которую у него не получилось создать. Ну, это лишь, опять же, моя теория. В игре все может быть абсолютно по-другому. И на данный момент я лишь предполагаю. Мы поговорили о мотивации, предыстории и желаниях главного героя. Сейчас мы поговорим о тех, кому он обращается за помощью, чтобы исполнить это желание. Самый на данный момент непонятный и мистический персонаж, который непонятно, то ли злой, то ли добрый. Разумеется, это Бирс. Та, кому мы обращаемся за помощью. Та, кто дает нам силу. Но и также та, кто, по мнению очень многих игроков, предаст нас в конце игры. И на это, в принципе, есть предпосылки. Сейчас мы о них поговорим. Есть всего два информационных поля, к которым мы можем обращаться, чтобы узнать предысторию Бирс. Первое, это дневники, которые мы получаем за эсранги, в которых мы узнаем ее собственную предысторию, без какой-либо фальши и без какой-либо теории. Там все только по фактам. Но эти дневники, разумеется, раскрыты нам только наполовину. Всего пять уровней мы прошли, всего пять дневников мы получили, а есть ведь еще пять. И нам нужно всего лишь на всего подождать четвертую и пятую главу, чтобы их получить. Второй информатор, это Малак. Он выдает нам очень много информации о Бирс, когда спорит с ней. Конечно, он может врать, чтобы просто-напросто запулить нам мозги, и мы перестали доверять Бирс. Что, в принципе, активно начали делать очень много людей. А что, если он говорит правду? Прямым доказательством является его отсылка на некого человека, который доверял Бирс. Малак говорит об этом с неким презрением. Он как бы пытается вывести Бирс на чистую воду, после чего она просто отворачивается и не может ничего сказать. Возможно, был действительно человек, который доверял Бирс, и в итоге она его предала. И тут у меня есть только два варианта. Первый вариант наилучший для нас. Это муж Бирс. На данный момент мы знаем о том, что Бирс, по сути, не любила своего мужа. Она была с ним из-за денег. Ну, в принципе, это можно понять. Второй же вариант намного хуже. Этот человек, возможно, тоже проходил кошмары, так же, как и мы. Возможно, он их прошел. И после Бирс его предала. Этот вариант невозможен, потому что Бирс до сих пор не имеет части кольца. Не могло же быть так, что она предала этого человека. После этого резко пришел Малак, сказал, все, до свидания, я забираю свое колечко. Ушел, и все. Поехали по новой искать людей для того, чтобы забирать кольцо. Понятное же дело, ну, грубо говоря, такое, скорее всего, не может быть. На самом деле, относительно Бирс, у меня вообще своего мнения нет. Пока что я не могу ей не доверять, потому что этого хочет игра. Если я перестану ей доверять, фактически, игра обесценится. На данный момент мы просто должны ей доверять. И если в какой-то момент она нас предаст, мы тут же, разумеется, об этом узнаем. Я не говорю о том, что нельзя думать и мыслить о том, что она может нас предать. Просто на данный момент игра от нас хочет, чтобы мы ей доверяли. Пусть и с предпосылками, пусть и не полностью, но доверяли. А кто же стоит на второй стороне медали? Кто устраивает нам все эти кошмары? А может это делает не он? Может быть он просто пешка в чужой игре? Разумеется, я говорю о Малаке. На данный момент нам известно, что Малак является хранителем кольца. Да, фактически, он его охраняет. Возможно, при помощи своих стражников, а возможно, еще более какими-нибудь замысловатыми способами. Об этом мы еще сегодня поговорим. Малака также можно рассматривать с двух сторон. С плохой и с очень плохой. С плохой стороны Малак, разумеется, пытается нас убить. Но зачем он это делает? Да просто для того, чтобы защитить то, что принадлежит ему. Фактически, в этой ситуации являемся агрессорами мы. Мы пытаемся заполучить то, что принадлежит ему. Это делает Малака плохим, потому что он пытается нас убить. Но он много раз пытался просто нам дать понять, что нам не надо этим заниматься. Он просто на нам говорил, чтобы мы уходили. Он, в принципе, так-то не особо хотел бы нас убивать, я так думаю. Просто мы врываемся на его территорию. Рассматривать Малака с очень плохой стороны можно только в совокупности с еще одной теорией. О том, что Бирс заодно с Малаком. И вот в этой ситуации Малак является очень плохим, но таким же очень плохим, как и Бирс. Возможно, Бирс специально заманивает людей на свою территорию. Хотя на самом деле они с Малаком заодно. И как только она предаст нас, по всей видимости, как думают многие, это просто будет совокупность планов Малака и Бирс. И Малак получит нас как осколок души, который снова будет стоять и охранять кольцо, как и все остальные. Мое мнение таково. Малак агрессором не является. Он просто охраняет кольцо, а мы просто нападаем. Я придерживаюсь именно этой теории. Ей есть много предпосылок, и в принципе она выглядит очень правдоподобно, учитывая его собственное поведение в игре. Я считаю именно так. А теперь поговорим о самой животрепещущей теме на данный момент. Это само кольцо. А если быть точнее, скорее это локации вокруг кольца. Как оно их создает, и что конкретно происходит в тот момент, когда заходит человек в это кольцо. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, но не факт, что у меня получится. На самом деле, теории про кольцо и про то, какие вокруг него могут появляться локации, у меня просто буря. На самом деле, одна из них противоречит другой. Сейчас я объясню, в чем тут дело. Предположим, первую теорию. Кольцо создает вокруг себя кошмары, которые находятся в голове у главного героя. Ну, не факт, что у него, конечно, у любого человека, который заходит на территорию кольца и пытается его каким-то образом собрать. Фактически, кольцо создает вокруг себя измерение, в котором этот человек будет чувствовать себя ослабленно и он будет бояться. Он должен справиться с собственными страхами, чтобы получить кольцо. Фактически, это как испытание. К тому же, Бирс неоднократно заявляла, что мы как-то, может быть, можем быть связаны с этими местами. Когда мы приходим в отель, она говорит, навеивает ли он нам какие-нибудь воспоминания. Когда мы приходим в школу, она говорит, скучаешь ли ты по своим школьным дням? Ну, я думаю, в школу все ходили, тут уже как-то скрывать даже тупо. Но, в тот же момент, у нас есть предпосылки о том, что кошмары не меняются. Например, Агата сама лично, скорее всего, ловила всех тех людей, которые находятся у нее в кошмаре. Она называет осколки своими друзьями, с которыми она играет. Причем, она играет с ними уже очень давно. И настолько давно, что уже стало скучно. Она говорит об этом. И фактически это означает, что она не является объектом, который видоизменяется, когда на него заходит какой-то человек. То же самое с обезьянами. Я помню, была Dark Deception какого-то там 2000 года, в которой была главным героем девушка. У нее был планшет. Когда она собирала все осколки, вернее, когда она собрала уже все осколки и начала убегать, она спустилась на лифте, и тут же из всех соседних лифтов на нее вышли обезьяны и поймали ее. И что мы имеем в нынешней версии Dark Deception? Когда мы заходим на уровень с обезьянами, Бирс дает нам планшет и говорит, что это от некой девушки, которая была очень умна, но не очень быстро бегала. О чем вам это говорит? Подумайте сами. То есть у нас вырисовывается противоречие. С одной стороны, все кошмары принадлежат разным людям, но с другой стороны, кошмары одинаковые. Это достаточно сложный спорный вопрос. Пока что я не могу найти на него ответ. Это лишь теории. И я лишь скажу, какой теории я придерживаюсь, но просто добавлю, что это очень сильное противоречие. Тут просто мне уже мозг взрывается, чтобы я мог что-то вот в этом плане придумать. Я придерживаюсь теории о том, что кошмары для всех индивидуальны, потому что только таким образом я могу оправдать свою теорию о том, что хронология событий Dark Deception напрямую связана с прошлым Дага Хаузера. Только поэтому. В итоге все может быть абсолютно по-другому и нам остается ждать 4-ю и 5-ю главу. Итак, на этом я заканчиваю рассуждение. И что мы имеем в итоге? Я считаю так. Даг Хаузер убил свою жену и дочь. После этого пытался начать новую жизнь, но у него не получилось. Поэтому он обратился за помощью к Бирс, которая подарит ему некое желание. Которое, разумеется, будет связано именно с этой самой новой жизнью. Что будет в конце игры, я предугадывать не буду. Я не могу этого знать и на данный момент предпосылок у меня тоже нет. А все теории, которые вы присылаете в комментариях на данный момент, тоже мало имеют ценности. Потому что мы не имеем даже четвертой головы, чтобы приблизительно хотя бы понимать, что будет в пятой. Про пятую мы знаем только одно. Там будут манекены и торговый центр. Все. Больше мы ничего не знаем. Ну, может еще конкретно что-то про манекенов. На этом свои рассуждения я закончу. И прежде чем закончить видеоролик, я призываю вас переходить в мою группу ВКонтакте. Там открылось обсуждение теории Dark Deception. Туда вы можете скидывать свои длиннющие теории, которые я обязательно прочитаю. И следующий видеоролик будет построен конкретно на ваших теориях, которые вы присылаете мне именно туда. Теории на Ютубе некоторые я уже отобрал. Но под этим видеороликом вы можете просто писать теории, на которые я даже могу отвечать. Но я не буду вставлять их в видеоролик. Все теории в том видеоролике, который выйдет, будут исключительно из группы ВКонтакте. Ну и немного из старых роликов, потому что там была парочка теорий, которые я бы хотел туда вставить. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Всем пока.